Приветствую всех зрителей! Сегодня в этом видео я подготовил для вас очень полезную информацию, которая позволит обойти блокировку, замедление или какие-то ограничения нашего самого любимого YouTube приложения. YouTube уже очень давно работает, мы к нему привыкли, очень удобный функционал, который позволяет с комфортом смотреть любое видео, которое только авторы могут загружать. Но с недавних пор столкнулись мы с проблемой того, что произошло с замедлением YouTube, и вы в высоком качестве не могли смотреть видео, либо очень долгая была загрузка. Возможно, даже в будущем его вообще захотят заблокировать, но я сейчас покажу вам настройки. Очень важно, друзья, соблюдать последовательность этих настроек, повторите, пожалуйста, все шаг за шагом, что я сейчас вам покажу. И это принесет, в принципе, с вероятностью 90% положительные результаты, вы будете смотреть YouTube так же само быстро, просто и замечательно, без каких-либо замедлений. Итак, друзья, что мы делаем в первую очередь? Смотрите, заходим в свои главные настройки, чуть ниже спуститесь, другие способы подключения. У вас будет системная настройка, частный DNS сервер. Смотрите, раньше мы писали просто dns.adgort.com, сейчас пропишите у себя, если у вас стоял пункт автоматически, то пропишите вот этот адрес dns.adgort-dns.com. DNS – это проводник между вами и либо сайтом, либо приложением, которым вы пользуетесь. Данный вариант мы используем конкретно для YouTube. Пропишите, пожалуйста. Все, что мы делаем дальше? Первый шаг сделали. Переходим ко второму шагу. Нажимаем на YouTube и задерживаем палец. Открывается вот такое менюшка. О приложении выбираем пункт, потом заходим в пункт память. И смотрите, очистить можно кэш. Если вам, в принципе, нечего особо терять, то очистите все данные. Но для начала, если вы не хотите потерять никакие данные, чтобы вас не выбрасывало с аккаунта, очистите просто кэш. Возвращаемся обратно. Потом чуть ниже, смотрите, контроль активности. Поставьте, пожалуйста, нет ограничений, чтобы YouTube приложение работало без ограничений и полностью могло использовать ваш либо мобильный интернет, либо Wi-Fi интернет. Без всяких там закрываний его в фоне, либо ограничений в работе. Две вот эти процедуры мы сделали. Дальше заходим в свой Play Market. И вот тут, смотрите, в строке поиска напишите YouTube. Очень важно, обновите, пожалуйста, свой YouTube. Мы очистили кэш. Открыли, точнее сказать, убрали ограничения в контроле активности в настройках. Теперь обновите приложение YouTube. Сейчас произойдет обновление, вот в моем случае. Все, отлично. Все закрываем, в фоне закрываем все. Смотрите. Ах, да, друзья, так же я вам забыл. Смотрите, можно использовать также VPN приложение, либо системную настройку VPN. Вот эту настройку вы можете ее настроить благодаря моему предыдущему видео. Посмотрите в последних добавленных видео, предпоследнее. Как настроить системный VPN, лучший VPN на Android. Там подробная настройка, как настроить без приложений уже системный VPN. Также можете скачать приложение. Я, кстати, оставлю в описании под этим видео ссылку на три классных приложения на выбор. Почему на выбор? Потому что в каких-то регионах одно приложение может работать лучше, а в каких-то регионах это же приложение будет работать хуже, но будет работать лучше другое приложение. То есть на выбор. Это вот, знаете, если вы хотите просто еще и приложение. Нужно использовать все варианты для того, чтобы ускорить YouTube. Потому что в зависимости от региона тот или иной вариант может сработать лучше, чем другой вариант. Это просто я вам напомнил про VPN. Дальше что мы делаем? Смотрите. Заходим вообще в целом в свой YouTube. Справа снизу вот эти вот иконку нажимаем. Потом нажимаем на шестеренку сверху. Смотрите, пункт «Общие». Вот тут ниже спуститесь. И включите, пожалуйста, такую страну в местоположении, как США, Великобритания, Германия, допустим. То есть, ну такие вот, знаете, страны, так сказать, довольно развитые. В США вообще в целом изначально зародился наш YouTube. Его там создали. И первые фишки, какие-то крутые возможности YouTube получает именно для рынка США. Соответственно, поменяйте свое местоположение на США. Потом, так, сейчас, смотрите. Поднимитесь вверх. Тут есть такая полезная настройка. Так, вернуться обратно нужно. Смотрите. Потом, друзья, заходим в пункт «Качество видео». Поставьте везде «Авто». Авто, все. Потом вернитесь обратно. И вот теперь очень важная сейчас будет настройка. А именно, смотрите, ваши данные на YouTube. Заходим сюда. И вот тут нам нужно очистить полностью историю. Историю просмотров YouTube. Чтобы уже создавалась новая история по местоположению США. Это очень важно сделать. Так, история YouTube. Управление историей просмотра. И, смотрите, вот тут, соответственно, нажимаем пункт «Автоматические удаления через 3 месяца». Поставьте, потом «Далее». У меня всегда стоит через 3 месяца. Но, тем не менее, нам нужно удалить эту историю, чтобы уже новая история, новые наши просмотры видео сохранялись, соответственно, по местоположению США. Соответственно, видео будет быстрее и лучше загружаться. Нажмите пункт «Удалить». Удалить все. Вы просто удаляете историю. Очень важно очистить историю и кэш вообще в целом. Вот именно приложение YouTube. Все. Удаление завершено. Все. Вы молодец. Вы очистили полностью историю. И это нужно было обязательно сделать. Так, смотрите, друзья. Теперь я рекомендую просто перезагрузить свой смартфон полностью. YouTube мы уже настроили ровно так, как необходимо для полноценной его работы. Все будет замечательно. Потом можете заходить, проверять, смотреть. Если что-то где-то как-то, то попробуйте еще воспользоваться VPN-приложением. Но, скорее всего, все вот эти настройки, последовательность, которую Рои вам показал шаг за шагом, скорее всего, с большой вероятностью, примерно 80-90%, точно вам всем поможет. Теперь давайте покажу полезные настройки именно в Google Chrome браузере, в других тоже браузерах, если вы смотрите YouTube. Я покажу на примере Chrome. Заходим в свой Chrome. И вот в строке поиска напишите, пожалуйста, вообще просто в строке поиска Google напишите вот эту фразу. Chrome и Flex. Двоеточие, черточка, Flex. Все. Напишите, пойдет поиск. И вот тут, смотрите, нам нужно найти пункт, сейчас я вам покажу, именно экспериментальный протокол, который, в общем-то, и позволит нам все вот эти ограничения обходить, которые провайдер может налаживать. Экспериментальный квик протокол. Найдите вот именно вот эту настройку. И нажмите Enable. Вы ее включили. Потом перезагрузка именно Chrome. Все, эта настройка встала, она включенная. Теперь все замечательно будет работать. Также еще, смотрите, справа сверху, три точки. Настройки. И вот тут, друзья, спуститесь ниже. Сейчас я вам покажу. Так, так. Конфиденциальность и безопасность. И вот. Отправлять запрос Do Not Track Up, чтобы было выключено. Убедитесь. Ниже спуститесь. И. Использовать безопасный DNS сервер. Можете включить, пожалуйста, смотрите. Либо Open DNS, Google DNS, либо 4 единицы. Я всегда использую 4 единицы. Все замечательно, быстро работает. Все, друзья. Вот такие полезные настройки. Пишите свои комментарии. Я уверен, что видео кажется полезным. Поддержите, пожалуйста, его своим крепким лайком. Пусть и другие люди об этом узнают. Спасибо всем за внимание. Все необходимые полезные ссылки будут в описании под эти видео. И всем удачи, друзья.